И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами обратимся к образу Божией Матери Млекопитательница. Икона эта находилась в обители Саввы Освященного в единственной лавре на Востоке. Перед отхождением в мир иной основатель монастыря предрек, что сей образ будет благословением одному из царственных паломников из Европы. И действительно, завещание Саввы Освященного сбылось, но только через шесть столетий. Святитель Савва Сербский посетил лавру, и братья вспомнили о давнем завещании. Они благословили этой иконой Высокого Гостя. Святитель Савва отвез сей образ на Святую Гору Афон в Хилиндарский монастырь. Примечательно то, что он своими руками сей образ возложил на правую сторону от царских врат, где обычно находится икона Господа Вседержителя. Тем самым Савва показал, что эта икона имеет очень большое значение для православного мира. Иконография этого образа очень редкая. Это один из наиболее удивительных образцов византийской иконописной школы. Единственная православная икона, на которой грудь Богородицы обнажена. Пресвятая Богородица сидит на троне под киворием и кормит младенца. Над ними с двух сторон склонились ангелы. На иконе Пресвятой Богородицы Млекопитательница изображены Солнце и Луна соответствующими надписями. В православном катехизисе две природы Христа гармонично соединены. Но, к сожалению, среди верующих зачастую человеческая природа Спасителя несколько преуменьшается. Икона Божией Матери Млекопитательница является мощным опровержением заблуждений, которые приводят к духовным заболеваниям Церкви. Верующие люди поклоняются этому образу Божией Матери, ведь именно она напоминает человечеству, что Бог любит любовью не надуманной, не абстрактной, а реальной, физической. Из наименования образа ясно, что отличительной чертой этой иконографической схемы является изображение Божией Матери, кормящей грудью Бога Младенца Христа. Такая деталь не только интимная подробность данного иконографического варианта, но она раскрывает новый мистический аспект в прочтении образа Пресвятой Богородицы. Мать вскармливает сына, так же она питает и наши души, так же и Бог кормит нас чистым словесным молоком Слова Божьего, дабы мы, возрастая, переходили от пищи молочной к твердой. По традиции молятся пред этим образом кормящие мамы о даровании блага грудного вскармливания. Она помогает бесплодным парам обрести радость материнства и отцовства. Но смысл образа намного глубже. Богородица – млекопитательница всех нас. Она вскармливает духовной мудростью всех христиан. Поэтому те, кто пытается вникнуть в глубины духовных законов, обычно возносят молитвы пред этим образом Пресвятой Богородицы. 1 марта во вторник православные верующие вспоминают священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Его церковная и патриотическая деятельность в течение нескольких столетий служит ярким образцом пламенной веры и любви для русского человека. При нем было издано Евангелие, а также напечатан Большой Верховный Устав в 1610 году. По благословению святителя с греческого на русский язык была переведена служба святому апостолу Андрею Первозванному. Именно под его наблюдением были сделаны новые станки для печатания богослужебных книг и построено новое здание типографии, которое пострадало во время пожара 1611 года, когда Москва была подожжена поляками. Отзывы современников свидетельствуют о патриархе Ермогене как человеке выдающегося ума и начитанности. В то же время он был выдающимся проповедником и учителем. Свой подвиг спасения Родины святитель Ермоген увенчал мученической смертью. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова